я не живу под мостом я не видел еще ни одного из своих знакомых кто бы так жил в Берлине или в Нью-Йорке моя жизнь это боль во всех странах мира к власти приходят беспринципные популисты вы не инагент да нет а хотелось бы да нет вообще не хотелось бы но это не значит что что как-то недорабатываете они покинули родину и нечего есть я не верю в то что представители нынешней российской миграции рискуют оказаться таксистами в Париже из новостей узнал про учебник по истории Мединского которые прямо противоположны тому что пишу я все равно самая важная для меня аудитория это российская аудитория в этом моя работа всю жизнь была называть вещи своими именами Ну я не знаю многие же не высказались никак там тот же Познер например ну я же не Познер жалею ли я то что я сохранил право и возможность называть вещи своими именами нет я счастлив пока мы не умерли ничего не окончали не фарбсы всем привет друзья меня зовут Ярослав Бабушкин это не фарбсы и сегодня мы на связи с Нью-Йорком у нас в гостях писатель и журналист Михаил Зыгарь Михаил Зыгарь журналист и писатель который стал широко известен после публикации книги вся кремлевская рать краткая история современной России газеты The Guardian назвала ее одним из самых захватывающих текстов о путинской России книга стала бестселлером и переведена на многие языки английский немецкий болгарский финский эстонский и даже китайский для начала своего литературного пути Михаил прошел большой путь в журналистике был военным корреспондентом в коммерсайте готовил репортажи из горячих точек тогда Зыгарь освещал конфликты в Ираке Ливане Судане Сирии и Палестине я я боролся с тем чтобы чтобы не свихнуться и как видите я завязал с этим делом потому что я бы свихнулся после занял пост заместителя главного редактора русского newsweek с 2003 по 2009 годы читал лекции по журналистике в МГИМО который сам и закончил в октябре 2010 стал главредом дождя ныне смейный агента и нежелательной организации что случилось с вами вы перестали быть либералом или вы им не были никогда а покинул свой пост он только через пять лет так случилось что он что мы с Наташей договорились что я хожу с должности главного редактора с нового года и больше не буду главным предактором телегалом среди других его книг империя должна умереть все свободны фейсбук русской революции и другие кроме того зыгарь снимал мультимедийный проект о России вместе с Натальей водяновой участвовал в проекте мобильный театр вы пришли на спектакль мобильного художественного театра герои этого спектакля геннадий владимирович и вячеслав пилинович находится в недалеком будущем а вы можете проследовать по направлению к театре которые находятся за спиной памятника пушками и послушать их разговоры летом 2022 года после начала специальной военной операции зыгарь переехал из России в Германию после своих высказываний получил статус иноагента что сказалось на издании его книг в России сейчас Михаил продолжает писать книги публикуют колонки в западных изданиях готовится к преподавательской деятельности но теперь уже не в России живет между Берлином и Нью-Йорком привыкнув чувствовать себя гражданином мира со свободным доступом в любую точку планеты многие из нас мечтают о документе который позволит разрушить границы закрытых для въезда стран и преодолеть международную изоляцию сегодня на всем земном шаре есть только две страны где россиянам еще доступны золотые паспорта официальные государственные программы инвестиционного гражданства одна из них Турция а вторая крошечный архипелаг в Тихом океане в Энуату паспорт в Энуату отличный инструмент для ведения международного бизнеса и снижения геополитических рисков с ним гораздо проще открывать счета и визы а также получать ВНЖ в Европе и путешествовать по миру гражданство в Энуату ключ от множества дверей например россияне не могут получить ВНЖ в Греции за покупку недвижимости а при наличии второго паспорта подача заявления становится возможной чтобы получить документ достаточно совершить взнос государственный фонд страны от 128 тысяч долларов однако стоит поторопиться под давлением ес многие страны приостановили возможность участия россиян в подобных программах тоже может произойти и с в Энуату сейчас паспорт можно оформить всего за два четыре месяца полностью дистанционно с помощью иммиграционных экспертов и юристов компании Astons которые сопровождают россиян на всех этапах подачи заявки и помогают расширить границы вашей жизни бизнеса и путешествий второй паспорт не вынуждает переезду но позволит чувствовать себя свободно даже в самой неопределенной ситуации Astons это 33 года опыта в гражданстве и ВНЖ за инвестиции выбор надежного партнера в области инвестиционной миграции ваш способ сохранить свое время и решить все юридические вопросы по специальному промокоду forbes вас ждет персональная скидка 5000 долларов на услуги компании и шанс повернуть свою жизнь в сторону тихого океана и всего мира не выходя из дома не пропустите его обязательно сообщите заветное слово своему консультанту ссылки для связи с Astons в описании не портцы вы в Нью-Йорк сейчас переехали из Берлина или это просто разовая поездка ну я между Нью-Йорк и Берлином провожу какую-то значительную часть Рим я слышал что вы готовитесь снова стать преподавателем готовлюсь вы уже преподавали в МГИМО как я помню где сейчас будете вести лекции что это будет за деятельность очень интересно я буду продавать то же самое что преподавал МГИМО у меня даже курс будет также называться аналитическая журналистика то есть сейчас ваша такая основная постась вместо работы это будет университет нет моя основная постась писать книжки и вот собственно вот этим я буду заниматься и параллельно я пишу колонки для журнала шпигель но параллельно будет будут время от времени вести семинар в City University of New York для тех кто интересуется международной политикой поскольку у меня в бэкграунде есть примерно 10 лет работы в работе международным журналистом и я работал на ближнем востоке в сам в самых разных местах военным корреспондентом и не только военным корреспондентом по разным турбулентным политическим ситуациям я я много про это знаю и собственно вот эту экспертизу и буду передавать американским студентам работу с источниками работу с неблагонадежными источниками поведения в экстремальных ситуациях и так далее есть среди вот американских студентов интерес к теме россии вообще потому что в россии да там рисуется образ такой американцев что молодым американцам ничего не интересно кроме ну внутренней политики америки внутренних событий в америке вот тема россии она вообще остро сейчас стоит или на каком-то третьем четвертом пятом плане вы знаете сколько людей живет в сша да значит больше чем в россии и мне кажется что вот процент людей которые интересуются политикой в россии и в америке он примерно сопоставим есть люди которые ничего не знают про то такие как называются зарубежные страны а есть люди которые наоборот очень интересуются конечно в целом интерес к россии намного выше я много общаюсь с специалистами по россии и по международным отношениям и по например русской литературе я знаю что за последние два года конечно очень выросла популярность всех дисциплин связанных с россией значительно больше студентов учат русский язык прям очень популярно и знать и но при этом русская литература не растет растет foreign affairs политология связанная с россией растет русский язык большого количества желающих изучать пушкина и достоевского пока пока нет а сколько сегодняшний россия государств для американцев символизирует зло поэтому конечно желающих изучать и выяснять как это очень много но при этом конечно если в целом говорить про общий настрой американского общества конечно основной фокус на китай всем интересно все все считают главным главным противником китая и если предполагать что картины мира у американского обывателя биполярная то вот вторым полюсом считается китай а совсем не россия вам статус преподавателя дает какие-то документы это для зарабатывания денег или это отдушина или это для того чтобы было какое-то постоянное место работы выступать в университетах это всегда интересно и меня этим занимался и в россии довольно много и это прямо классное занятие тем более что книжки у меня выходят в сша на английском языке я очень много предо предложений от разных университетов чтобы я приезжал к нему бы читал лекции по по например свои последние книжки у меня у меня нет под рукой английской версии есть под рукой русскоязычная версия могу показать книгу по-английски называется war and punishment по-русски называется война и наказание еще прямо вот чуть-чуть потопчемся на теме университетов вы помните свою зарплату в мгимо нет то есть она была но да я была была довольно маленькая но это было не пол ставки это бада и четверть ставки а как бы вот что такое половинка половинки ставки потому что у меня было да у меня был один семинар в неделю или может быть две пары подряд две пары подряд а в нью-йоркском университете там тоже считают ставками работу или нет нет я я честно говоря не знаю как считают но нет тут какая-то другая стим но она тоже довольно довольно странно бюрократическая чтобы порадовать стереотипное представление о том как выглядит современная америка и современные университеты могу рассказать что момент когда ты начинаешь сотрудничать с американским учебным заведением ну по крайней мере с тем с кем я сотрудничаю нужно пройти определенное количество каких-то обучающих курсов их можно пройти онлайн ты заходишь в свой личный кабинет на сайте тебе высвечивается плашка что вы обязаны посмотреть там сколько-то семь часов курса по второй курс это про про насилие на рабочем месте но именно про физическое насилие а первый первый курс это именно про про sexual harassment вот там что-то семь или восемь часов разных каких-то видео про про sexual harassment и второй про примирение насилия на рабочем месте и потом по истечению этих часов нужно пройти тест два теста курс по новой этике да как себя вести со студентами это в целом на работе нужно себя вести хорошо а плохо себя не вести второй курс он про физическое насилие нельзя бить людей нельзя знаю хлопать дверью у них перед нос вы бы вот российскому министерству труда посоветовали бы вести вот такие тесты о сексуальном насилии на работе вот для вас эти тесты они скорее как такая черта времени вот этой новой этики или это действительно важно знать там каждому условно преподавателю знаете я точно я про сексуальное насилие мне кажется что очень полезно полезно в школе как то вот я считаю что сексуальное воспитание в школе оно очень было бы полезно и вот если если что-то называть разговорами о важном то наверное вот это потому что как мы все понимаем с этим у подростков часто бывают проблемы они не знают как себя вести у них разной информации много из соцсетей от друзей черт знает откуда из из кино и прочих комиксов а какой-то такой естественно стройной картины нет поэтому мне кажется что да это было бы наверное очень полезно а про и уж и уж проблема физического насилия в российских школах точно очень сильно встает я уверен что что буллинг это не самое страшное что встречается в высших учебных заведениях в том числе там в американскими университетах а в школах я думаю что везде одинаково а вы можете вот уже сравнить там как вы устраивались на работу в МГИМО и вот сейчас процесс в америке в чем разница знаете мне я я слушаю ваши вопросы вспоминаю какое-то количество текстов которые я видел за последнее время там я время от времени тоже фигурировал про про уехавших которые еле сводят концы с концами обычно там конечно пришел пан хаматову и максима галкина что они покинули родину и нечего есть больше не на что жить или там сильно ли унижают русских нет не сильно унижают вообще не унижают совершенно совершенно было все в порядке и в принципе в америке русскоязычным и выходцам из россии относится хорошо по общему настроению мне кажется что в америке довольно таки все что происходит в вокруг россии это очень далеко если в европе вот я по-прежнему живу в берлине только в данный момент хожусь нью-йорке если в европе чувствуется что война это что-то очень близко и и это такая часть часть жизни она присутствует а в америке конечно этого не этого нет а сейчас после того как начался ближневосточный конфликт возобновился ближневосточный конфликт конечно это вообще отошло на ну на какое-то время отошло на какую-то периферию сознания не парцы берлин сейчас главный город русской миграции вот интеллигенция на ваш взгляд по-разному мне кажется это зависит от профессии но берлин один из один из главных да вы там состоите в комьюнити уехавших условно говоря или вы сами по себе мне кажется что я не состою ни в каком комьюнити но я со всеми или с большим числом людей знаком какое-то количество из этих людей мои близкие друзья но мы у нас нет еженедельных посиделок мы даже вот мне кажется с теми моими друзьями с которыми я очень близко общался еще до отъезда из москвы и которые сейчас переехали в берлин ну вот так чтобы одной компанией встретиться вот и чтобы за столом были я красильчик или как время и фильм дзитко вот мне кажется один раз всего за за все это время случилось тут вот была такая история был спектакль была премьера спектакля который поставил марин давыдова и там играл шопан хаматова и выходишь после спектакля и все все свои в театральном буфете просто все знакомые лица и прекрасно прекрасно проводишь вечер в общении как будто бы это москва 2016 вас это отбрасывает какие-то исторические отсылки вот это ощущение что вы идете на постановку российского режиссера в европе в зале полно ваших знакомых из москвы не смотрите я поскольку писал книжку которая называлась империя должна умереть она была ровно во многом про российскую иммиграцию и про то как чувствовали себя эти люди которые уникали из россии я многое поэтому про них знаю и мне кажется что мы вообще совсем никак на них не похожи в этом смысле нам сильно больше повезло мы говорим на языках у нас есть интернет мы еще до начала мы были довольно сильно интегрированы морально мы знали про другой мир мы намного больше путешествовали у нас было намного больше каких-то завязок с внешним миром поэтому я не верю в то что представители нынешней российской эмиграции рискуют оказаться таксистами в париже а что самое сложное в эмиграции михаил у всех по-разному вот честное слово я смотрел недавно в лондоне спектакль который поставил который по пьесе который написал автор сериала корона питер морган пьеса назвать патриоты это пьеса про береза бориса березовского и про то как борис березовский живет в лондоне и страдает половина пьесы ответ на ваш вопрос что самое главное в эмиграции что там он постоянно после этого начинает петь песню высоцкого но я на это все на все смотрел мне было немножко неловко спектакль хороший а вот представление британцев о том что такое что ощущают русские которые уехали из россии на мой взгляд такие клюквенные у каждого человека абсолютно индивидуальное отношение к эмиграции и есть люди которые переехали с детьми например и у них дети плачут и страдают и хотят обратно в ту школу в которую они учились в москве а есть дети которые классные которые переехали и и влились в какую-то новую жизнь что самое главное что надо сделать изначально когда переезжаешь в другую страну потому что я знаю что многие не приживаются и в целом это довольно непросто конечно очень важно иметь какое-то какое-то какие-то придуманные ежедневные или не ежедневные дела конечно же важно ощущать себя устроенным и важно не жалеть себя вот вот наверное самое главное очень важно не думать про себя что ты бедненький несчастненький бедненькая несчастненькая это абсолютно такая внутренняя основа приемлемых и как бы достойной жизни вот когда мы разговариваем с артистами или там с музыкантами мы понимаем чего они лишаются когда они там эмигрируют условно говоря из россии а вот с вашей деятельностью вы писатель вы чего-то лишились когда уехали из россии я лишился возможности опубликовать свою новую книжку в россии но это для вас огромная потеря важно ну смотрите ну а все равно самое важное для меня аудитория это российская аудитория я конечно пишу книги для первой очереди российской аудитории а во вторую очередь для все остальное и все мои предыдущие книжки они конечно выходили в россии и как их принимали в россии для меня это было очень важно поэтому я до сих пор в В принципе, хотел бы, чтобы российская аудитория читала мои книги. Я думаю, что она сможет читать. Я знаю, каким образом она сможет читать мои книги. В приложении «Медузы» в электронном виде будет моя новая книга. Она будет бесплатно, доступна. И все желающие смогут ее прочитать, даже не покупая ее физически в книжном магазине. Просто поскольку моя новая книга про историю взаимоотношений России и Украины, и она непосредственно связана с Украиной, мы все догадались, что она противоречит каким-то представлениям нынешней российской государственной пропаганды о том, как вообще выглядит и российская история, и российская современность, и политика последние 30 лет. Эта книга, она как раз, по сути, про исторические мифы, из которых складывается наше представление об истории России и Украины, и про последние 30 лет, как вот эти исторические мифы превращались в политику, как они использовались и как они напрямую влияли на принятие политических решений. Мне кажется, да, эта книга, она противоречит официальному нарративу. И уже когда я закончил эту книжку, и она даже вышла по-английски, я после этого уже из новостей узнал про учебник по истории Мединского, и это тоже было очень... Я очень смеялся, потому что оказалось, что написал учебник истории, который прямо противоположный тому, что пишу я в своей книге. Ну, ваши другие книги ведь в России продаются, понятное дело, что с разными маркировками. Они хорошо продавались сначала, когда меня признали иностранным агентом, и на книжке стали наклеивать стикеры. Это очень опасная книга, ее написал иноагент. Поначалу это была вообще огромная помощь в продажах, и это пользовалось большей популярностью у читателей. Но, знаете, книжные магазины осторожные очень. Самоцензура. Магазины знают, что книги с маркировкой иностранных агентов продаются хорошо, но при этом магазины ожидают, что впереди могут быть какие-то ожесточения. Я в книжке «Секретарь» как раз описывал такой феномен, который я называл «коллективный Путин». Это когда люди любят и умеют угадывать, что от них хочет начальник, еще до того, как начальник это сформулировал. Поэтому это же такой почти вид спорта. Догадаться, что начальник захочет, еще до того, как он захотел. Для вас было потрясением, когда вас объявили иноагентом? Я очень удивился. Да, я не знаю. Это был замечательный, радостный день. Меня все поздравляли неожиданно. Я узнал об этом из поздравления Алексея Пивоварова. Мне кажется, он написал мне что-то такое. Ура! Я не сразу понял, что за ура. Вы не пытались как-то избавиться от этого? Как и многие другие иноагенты, я подал апелляцию о том, что я не согласен с этим статусом. И мне потом пришло из Басманова суда, где рассматривали мое дело, очень точное разъяснение, почему именно я иноагент и каким образом. И там было несколько разъяснений. Например, почему я получал деньги из-за рубежа. Да, потому что я получал роялти за болгарское издание своей книги. Это были деньги из Болгарии, которые увидели проверяющие люди из Минсерской юстиции. И еще я распространял контент других иностранных агентов. А именно, я расшарил у себя в соцсетях некролог об умершем своем коллеге с телеканала «Дождь» Дмитрия Казнения, который публиковал «Селеканал «Дождь» иноагент. А второй я расшарил в соцсетях текст о гибели Оксаны Баулиной в Киеве. Текст, написанный изданием «Медуза», тоже иноагентом. То есть, меня признали иноагентом за перепоста двух статей о смерти двух моих знакомых. Поэтому, после такого разъяснения и после того, как мою апелляцию отверг Басманный суд, собственно, да, я лишился возможности дальше бороться с этим статусом. Слушайте, а вот если бы вас сегодня этого статуса лишили, даже заочно, вот вы бы для этого ничего не делали, для вас это был бы подрыв репутации? Я даже не знаю, для меня, знаете, тут, мне кажется, что любая новость, она хороша, наверное, кроме некролога, да? Было бы еще интересно, если бы они начали присваивать какие-то другие награды, типа агент Кремля или там что-нибудь еще. Нет, просто вы сказали, что вас все начали поздравлять. Я понимаю, почему, потому что это определенный маркер того, что вы там делаете самоле высказывания. Вы не иноагент, да? Нет, нет, я не иноагент. А хотелось бы, да? Нет, вообще не хотелось бы. Нет, не хотелось бы. Очень не хотелось бы. В течение разу, да? Очень не хотелось бы. Не обидно совсем. Но это не значит, что как-то недорабатываете, нет? Блин, может быть, я аккуратничаю, конечно, на поворотах немножко. А у вас не было мысли, вот, ну, может быть, так, задним числом совсем на долю секунды вот как-то промолчать, не высказать свою позицию, чтобы не лишиться всех благ, которые у вас есть в России? Я утром 24 февраля вот этими пальцами написал короткое письмо. Мы его придумали идею написать письмо вместе с моим другом-режиссером Ильёй Кужановским. Потом я, наверное, там буквально два или три абзаца, и мы его опубликовали в «Медузе», собрав ещё компанию со-подписантов. Там Владимир Сорокин, Чулпан Хаматова, Ирина Прохорова, Борис Акунин, Леонид Парсёнов. Ещё вот как у нас там 13 человек было, мы его прямо вот утром 24-го числа или там днём 24-го числа опубликовали в «Медузе», как наш публичный протест против... Были ли у нас тогда у кого-то сомнения? Нет, не было. Ну вот а сейчас, возвращаясь назад, вы бы не хотели повременить с тем заявлением? Или это абсолютно правильно? Не-не-не, наоборот, мне кажется, что можно было ещё на пару часов пораньше. А вы о чём говорите? Повремитесь, чтобы что? Ну, я не знаю, многие же не высказались никак, там, тот же Познер, например, условно говоря. Ну, я же не Познер, я же не работал столько десятилетий на советском телевидении. Я, как бы, сделал совсем из каких-то других деталек. Я недавно разговаривал с одним своим очень хорошим знакомым, который находится в Москве. И он мне рассказывал, что нет ни одного человека, который бы не уехал и пожалел бы, что не уехал. Зато, говорит, есть большое количество людей, которые уехали и жалеют, что уехали. Ну, сложная ситуация, конечно. Я... Смотрите, я... Почему уехал? Потому что, как мне, как я уверен, профессия, которой я занимаюсь, была уничтожена. Написать ту книгу, которую я написал, и писать те тексты, высказывать те мысли, которые я высказываю, невозможно. Это, как бы, запрещено на законодательном уровне. В России был принят закон, запрещающий мне работать. Могу ли я отказаться от всего того, что мне казалось правильным, и, как бы, переделать себя в соответствии с этим законом? У меня даже мысли такой не было. Должен ли я делать вид, что существует? И, как бы, там... У меня даже мысли такой не было делать. Ну, как бы, это... В этом моя работа всю жизнь была. Называть вещи своими именами. Это главное, что я делаю в своей жизни. Это, как бы, это то, чем я зарабатывал. То, благодаря чему меня слушают и читают люди. Жалею ли я то, что я сохранил право и возможность называть вещи своими именами? Нет. Я счастлив. Что я... У меня есть такая возможность. Ну, вы же могли там издать что-нибудь там нейтральное. Там, какие-нибудь сказки. Я не знаю. Как многие сейчас делают, да? Там, Ургант вот снимался в какой-то комедийной сказочной зарисовке, вот, да? Пока у него нет его основного шоу. С одной стороны, взлетев на огромную высоту, он, можно сказать, опускается в силу обстоятельств, а я буквально до земли. И говорят там люди, он улетел, обещал вернуться. Куда я улетел? Может, я вообще не улетал? Почему я должен отчитываться, улетал я или нет? Когда я вернусь, когда я не вернусь? Ну, в смысле, не я, а мой персонаж. Странно. То есть, у вас не было ни на секунду сомнений, таких, знаете, как это говорят, мелкий материализм. Зачем? Зачем? Ну, как бы, я не знаю. Я бы, я, знаете, у меня просто нет даже ни одного аргумента. Я прекрасно понимаю тех людей, у которых не было возможности, которые решили, что у них нет возможности продолжать свою жизнь по-прежнему, да, в прежнем ключе. Поэтому они начнут разговаривать языком Байсона Крылова. Они будут играть в какие-то ребусы, вот, как бы, и вставлять фигу где-то между зайчиком и лисичкой. Я, ну, как бы, я их понимаю и их не осуждаю. Я знаю, что есть очень разные жизненные обстоятельства. Есть люди, я точно знаю, есть журналисты, которые остались в России и которые продолжают свою работу, которые делают ее классно, здорово. Таких людей тысячи. По всей России огромное количество небольших сайтов региональных, которые ничего не пишут, ничего не говорят про Украину, но при этом, как бы, делают важную вещь для своих аудиторий, например, которые рассказывают истории про то, как живет Омск, Иркутск, Кемерово, Епатеринбург. То есть есть много разных историй и много разных выборов у людей. Они все по-своему, многие из них правильные. Но вот мой единственный правильный выбор был такой. А что бы вы могли сказать тем людям, которые работают в разных редакциях в России? Они бы, может быть, хотели тоже как-то уехать, не знаю, сменить род деятельности, но вот действительно сейчас не могут, но при этом им очень тяжело. Наверняка вы тоже работали в таких ситуациях, когда вам было довольно тяжело работать, там, во времена военкорства, может быть. Вы подсказали мне ответ на мой вопрос. Когда я работал военным корреспондентом, и мне случалось очень тяжело прям, у меня всегда был один ответ на это. Я думал, что окей, но завтра это будет очень смешно вспоминать. Когда это закончится, вспоминать про это будет очень весело. И, конечно, да, я оказывался в ситуации, когда вот это завтра, оно было не непосредственно завтра. Оно наступало через... Я понимал, что завтра наступит через месяц, через год. Но, да, это... И это тоже тяжелое. Тяжелое сегодня заканчивается. Наступает завтра, когда про все это нужно будет вспоминать. И, в принципе, конечно, важно, чтобы про это можно было вспоминать со смехом. То есть от того, как ты сегодня себя ведешь, зависит... Будет тебе стыдно потом вспоминать, будешь ли ты вытеснять это из своей памяти и делать вид, что этого никогда не было. Вот мне кажется, важно не делать лично поступков, за которые потом будет адски стыдно. И про которые ты будешь потом говорить, что нет, это был не я, я такого не помню. Вот, мне кажется, это единственный совет. Я всегда против каких-либо коллективных обвинений, всегда за персональную ответственность. Каждый из нас несет ответственность только за свои поступки. Если каждый из нас делает то, за что ему не стыдно, то это уже достаточно. В годы военного корреспондентства вы осветили огромное количество конфликтов в разных странах Сирии, Судане, Ливане, Палестине, Киргизии. Вот военкор, он может быть до конца объективным, на ваш взгляд? Может, это зависит от того, что он освещает. Это зависит от того, кто он и насколько глубоко он впускает в себя то, что он видит, насколько он ассоциирует себя с тем, что происходит. Насколько он начинает серьезно сопереживать с тому, что он видит. Это довольно трудно не сопереживать. Когда ты видишь трупы или когда ты видишь умирающих людей, это довольно серьезное испытание. Я, собственно, про это писал книжку, в которой, друзья, Саванна и Лив, надо было про то, что очень тяжело обдумывать то, ради чего люди умирают. Потому что очень часто бывает, что люди умирают, думая, что они умирают во имя чего-то. Или люди убивают, думая, что они убивают во имя чего-то. Вокруг нас много примеров, когда убивают просто ради людей. Это бывают другие примеры, когда люди убивают за идею или готовы умереть за идею. И очень тяжело это осмыслять, потому что с какой-то трезвой журналистской точки зрения, когда ты обдумываешь вот это, то, ради чего люди умерли, тебе может показаться то, что это чепуха, это ничто. К сожалению, мне кажется, что большая часть таких смертей на войне происходит именно из-за мифов. Это как наркотическая зависимость от какой-то иллюзии. Когда ты веришь в какую-то иллюзию, и тебе кажется, что это в такой степени впечатляюще, что ты вот в этом галлюционогенном припадке готов умереть или готов убить. Мне вот на эту тему тяжелее всего думать, и на эту тему невозможно разговаривать с людьми, которые находятся в моменте. Невозможно никогда никому объяснить, что он убивает из-за ничто. Есть моменты, когда люди понимают, за что они молюют, и понимают, ради чего они рискнули жизнь. Но очень часто бывает и другого рода убийства. У вас есть знакомые, которые сейчас являются военкорами, которые не ушли из этой профессии, которых вы знали, когда работали? Это особого рода журналисты? То есть они зависят от адреналина в какой-то степени? Они по-разному зависят. Я могу про себя говорить, про себя когда. Это очень тяжелое психологическое расстройство. Это прям нарушение психики. И я не знаю, есть люди, наверное, у которых это адреналин. Мне сейчас, из сегодняшнего состояния, я там никакого адреналина не вижу. Я понимаю, наверное, что меня подталкивало, но все позитивные моменты из моей памяти улетучились. Я ничего не помню, кроме ада. Когда я возвращался с какой-нибудь войны, моим естественным желанием было на эту тему разговаривать с моими московскими знакомыми. Моим московским знакомым довольно скоро уже не хотелось со мной разговаривать ни про какую войну, потому что оставь свой ужас при себе. А мне, наоборот, хотелось, чтобы они над этим говорили, а еще признавали тот факт, что я герой. Ну, как бы, я это не формулировал так, но вот сейчас, спустя годы, я думаю, что, наверное, в этом было такое очень большой элемент позерства и желания признания. А поскольку люди на твои кровавые, про твое кровавое месиво говорить не хотят, героям тебя каждый час не готовы признавать. Ну, как бы, один раз признали, и все, уже проехали дальше. Вместо этого уже очень с ними скучно. Они начинают говорить на какие-то темы, которые тебе кажутся абсолютно ненужными. Они говорят про какую-то вот эту вот жизнь, и ты думаешь, что за черт, что они тут обсуждают. Поеду-ка я лучше обратно вот туда. И, на мой взгляд, ну, вот то, что было у меня, это такая какая-то странная обида на весь мир, потому что этот мир тебя не ценит. Тут есть какие-то еще другие психологические слои, которые по-разному проявляются. Я предпринял большое усилие над собой. Я заставил себя перестать этим заниматься. Все военные конфликты, которые вы освещали, они касались, условно говоря, не России. Когда это касается России, это по-другому вас внутренне отзывалось, то есть вот ощущение? Если вы говорите про... Тут все очень ясно. Тут как бы одна сторона напала на другую. Тут как бы есть... Одна сторона тебе близка, а вторая не близка. Но ты же видел это все. Ты же видел, что происходило. Если твой родной человек обезумел и с ножом напал на незнакомого тебе прохожего, то если ты все равно будешь заступаться за незнакомого прохожего, а не за родного тебе человека, который обезумел и с ножом пытается кого-то убить. Война в Израиле, в Палестине, она оттянила внимание на Западе, в Америке, в Берлине от русско-украинского конфликта? Да. Вам кажется, что он сейчас идет на спад? И конфликт, и внимание в целом эта тема? Это не конфликт. И ничего не закончилось. То есть продолжается, даже если фактически она не продолжается. Большую часть, как мы знаем, большую часть Первой мировой войны армии стояли и почти не двигались. Огромное количество людей гибло. Война при этом продолжалась, но каких-то колоссальных территориальных приобретений не было. И более того, в таком состоянии война может продолжаться, на мой взгляд, еще очень долго. Десятилетия? Ну, я не знаю десятилетия ли, но годы точно. Вы понимаете сегодня желание арабского мира? Вы изучали арабский, вот их философию. Что сегодня происходит между Палестиной и Израилем? Я понимаю. Это совершенно другая природа конфликта. Да, это очень, ну, то есть вообще, это очень сложная адская тема. Смотрите, я ненавижу, когда люди объясняют нынешнее насилие примерами из истории. И говорят, что мы имеем право убивать, потому что история нас к этому подталкивает. Эта история, на самом деле, ни к чему не подталкивает. Вообще никогда. То есть история, это как бы психологические травмы, которые были нанесены не тебе, а твоему дедушке и его дедушке. Ну, даже психологические травмы, которые были нанесены нам, вот как бы мне, не обязывают меня идти бить своего школьного учителя. Это же дико звучит, да? Поэтому я хорошо знаю всю предысторию, я хорошо знаю контекст, я понимаю, как ощущают себя люди в Газе. Я знаю, как люди, как ощущают себя разные другие люди в арабских странах, которые протестуют в поддержку Газы. Я прекрасно, я много раз был в Израиле. У меня очень много знакомых журналистов из арабских стран. И мне очень трудно с ними спорить. В тот момент, когда их апелляция доходит до момента, что государство Израиля не должно существовать и должно быть одно единое демократическое государство. Ну, например, так они говорят, единое государство и для арабов, и для евреев. Вот этот момент, после которого дискуссия очень тяжелая. Потому что они предполагают уничтожение людей. One state solution невозможен. Уничтожение государства Израиль и создание нового государства будет означать только одно, что или все израильтяне должны уехать, или они должны быть убиты. И это, ну, как бы, это такое условие для разговора, после которого разговор продолжать невозможно. Это дикость, и это ужасно. Исторические объяснения, что эта территория была нашей и была такой-то, а не была сякой-то, на мой взгляд, не являются убедительными. При этом, конечно, мне, с другой стороны, очень трудно слушать своих израильских знакомых, которые говорят, что все это не люди, их всех нужно уничтожать. Как бы дегуманизация, расчеловечивание с обеих сторон, еще и подкрепленная ссылками на историю, это всегда ужасно. Почему мир разучился договариваться? Вы задумывались об этом? Никогда не умел договариваться, но было ощущение, что было лучше. Я не знаю, мне не хочется, ну, то есть, какой-то очень примитивный ответ на ваш вопрос. Легко им во всем обвинить в соцсети. Во всех странах мира, к власти, ну, не во всех, но в очень многих приходят беспринципные популисты. Такие прямо вот самого отвратительного пошиба, которые не стараются думать о населении страны. Они говорят очень отвратительными лозунгами, которые могут что-то там пощекотать, какие-то нервные окончания у большинства. Вызвать такой хайп, да? Они апеллируют в большинство и потакают низменным чувствам аудитории. И это, как правило, приводит к ужасным результатам. В этом смысле правительство Нетаньяху, ну, Нетаньяху, один из примеров вот этих адских популистов, как и Хамас, невозможная договоренность между двумя силами, которые не собираются договариваться. Их политическая программа не в договоренности, а наоборот. Ваша новая книга посвящена развенчиванию мифов, которые есть об Украине в таком русском сознании. Смотрите, эта книга не об Украине, а про Россию. Про то, как Российская империя, на самом деле, воевала против Украины. И про то, что длится уже три века, а не началась 24 февраля. Да, я видел в свежих ваших интервью тизеры разных мифов. Меня вот удивил миф касательно Ленина, то, что он не придумал Украину. Почему так случилось? Ну, что вас смущает? Нет, я просто часто очень слышал это от разных людей. Сам, если честно, я глубоко в тему Ленина не копал. До Ленина не было Украины. Да, да, я это слышал очень много раз. Знаете, это как Толстой говорил, когда его спрашивали, о чем Анна Каренина. Он говорил, чтобы рассказать, о чем Анна Каренина, я должен еще раз написать Анну Каренину. Но, я не смогу сейчас быстро перескать, но до Ленина, во-первых, был украинский народ, который говорил по-украински. Даже были какие-то разные независимые украинские государственные образования. Был Богдан Хмельницкий, который фактически де-факто отделил Украину от Речи Посполитой и считается основателем украинского государства в 17 веке. Украина существовала вполне. Есть дальнейшая очень интересная история. И, например, того, как украинский язык уничтожали во время Российской империи. И большую часть 19 века на территории... Потому что в 19 веке Украина была в некотором смысле разделена между двумя империями. Между российской и австрийской. Потом австро-венгерской. И положение украинцев было разное. Но при этом украинцы ощущали себя как один народ. И, например, если в русской части было запрещено печатать книги на украинском и образование давать, то в австрийской части это было возможно. Поэтому возникла такая очень странная общность. Писатели, большая часть писателей, которые писал на украинском, она жила в российской части, но печатали их книги в австрийской части. Поэтому к моменту, когда Российская империя начала распадаться, в Украине было вполне большое количество людей, которые ощущали себя украинским народом. И у них были разные политические идеи, разные политические требования. Были так называемые самостейники, а были автономисты. Это такая, мне кажется, даже в тех учебниках истории, которые существовали в нулевые еще такие термины употреблялись, в учебнике Мединского, конечно, нет. Автономисты, они выступали за то, чтобы Украина была в автономии в составе новой демократической России. Самостейники считали, что Украина должна быть отдельным государством. Но, собственно, уже в 1917 году, до большевистского переворота, в Киеве собралась Центральная Рада, Михаила Грушевского, великого украинского историка, избрали председателем Центральной Рады, то есть, де-факто, украинского парламента. То есть, не просто была Украина, был парламент Украины, который вступал в очень сложные переговоры с Временным правительством, с Керенским, с остальными министрами. Из-за Украины ушло в отставку одно из Временных правительств, потому что фракции кадетов вышло из него, Милюков не был готов предоставлять никакую автономию Украине. Тем не менее, этот переговорный процесс между Украиной и Россией в лице Временного правительства, он шел, и, собственно, закончился он большевистским переворотом. Именно из-за того, что украинская демократическая власть не была готова признавать большевиков, она прекратила любые переговоры об автономии в составе Украины и объявила Украинскую Народную Республику, УНР. Собственно, украинское государство в начале XX века было создано вопреки Ленину, чтобы не вливаться в большевистское государство. Как продажи книги в Америке, в Англии? По истечению отчетного периода ко мне придет статистика, но мне кажется, что все в порядке. Внимание большое, рецензии положительные. Реакция аудитории тоже хорошая, в том числе и реакция русскоязычной аудитории. У меня было несколько таких оффлайн-презентаций книги, одна в Лондоне, одна в Берлине. Я был приятно удивлен, потому что мне кажется, что в целом тема, которую я поднимаю, она довольно болезненная. Я предлагаю просто пересмотреть полностью наши отношения к российской истории, взглянуть на наших классических историков как на пропагандистов от истории и совсем поменять наши отношения к истории Российской империи. Мне кажется, что это такой сложный процесс и сложный диалог. который предстоит вести российскому обществу долго. Но пока что из всех разговоров, которые у меня были с читателями, я довольно рад, что этот диалог возможен. А какой тираж сейчас у вас в Штатах, в Германии общий? Кстати, я даже не знаю, я вообще не знаю. Мне плохая память на цифры. А вы предприниматель с какой-то точки зрения? Нет, смотрите, я изобретатель. Другая постась. Я люблю изобретать и не всегда понимаю, что дальше делать с моими изобретениями. Поэтому в этом смысле продавать свои изобретения я умею с трудом. А какое у вас самое сильное качество? Как вы считаете, Михаил? Я очень смелый человек. А самый такой неприятный недостаток, который вас раздражает? Я очень скромный человек. Нет, правда. Люди просто думают очень часто про меня, что я... А так и так про всех скромных людей думают, что они высокомерные. И думают, что если они так себя ведут, это потому, что они много о себе думают. А на самом деле это все от скромности. На самом деле это... Просто мне трудно, например, подходить к незнакомым людям и начинать с ними разговор. Это очень важная черта для журналиста, который 10 лет работал военным корреспондентом. Представляете, какой характери просто я себе делал всякий раз, когда нужно было там куда-то подходишь к блокпосту и по-арабски должен там что-то объяснять. Это последствия несчастного десятилетия, когда я работал военным корреспондентом. Я окончательно утратил возможности разговаривать с не такими людьми. А есть ли у вас какие-нибудь guilty pleasures, такие стыдные слабости? Я честно вам скажу, я считаю своей слабостью, которую я раньше себе не позволял, а сейчас позволяю, я иногда смотрю сериалы. О, и что смотрите? Я посмотрел... Вот я недавно посмотрел сериал, который называется Only Murders in the Building. Детектив про Нью-Йорк. С Селены Гомеса и Сивом Мартином. Я вот абсолютно пока его смотрел, ощущал то, что совершаю какое-то преступление, потому что мог бы сделать столько полезного всего. Я вам советую. Это вполне Нью-Йоркский сериал про Upper West Side. Очень классный. Не парсы. Много денег нужно для жизни в Нью-Йорке? Очень дорогой город? Да. У вас сейчас... Поэтому приходится много работать. Источники доходов позволяют жить на верхнем Манхэттене? Я не живу под мостом. У нас в нашем районе много мостов. И я вам больше того скажу, в Берлине много мостов. И обычно бездомные в Берлине живут под мостами. Потому что по городским законам под мостами ничья земля, их нельзя согнать. Ну и потом под мостом удобно. Если дождь идет, то ничего страшного. Поэтому в Берлине очень часто вы можете найти мост. И под ним прям матрасы такие хорошие, удобные люди с большим количеством пожитков. Я не видел еще ни одного из своих знакомых, кто бы так жил в Берлине или в Нью-Йорке. Все находят какую-то возможность. Вам пришлось там претерпевать падение доходов? Или вы достаточно комфортно себя чувствуете в англоязычной среде? Мне пришлось претерпеть увеличение работ. Мне пришлось больше, чаще работать. Но это нормально. Смотрите, я много лет не заставлял себя писать текстов как журналист. Мне не приходилось. Я не хотел этим заниматься. Я писал книжки и занимался еще какими-то своими интересующими бизнес-проектами. У меня был, например, проект, который назывался мобильный театр. Который сейчас, кажется, еще существует, но я уже не имею к нему никакого отношения. Другие замечательные люди продолжают его развивать. Но я не писал в еженедельном режиме журналистских текстов. Сейчас я пишу для Нью-Йорк Таймс, для Шпигеля, для журнала Таймс. Вот недавно написал текст. Да, зарабатываю собственным журналистским ремеском. С точки зрения такого мелкого материализма вы стали больше зарабатывать или нет? Ну, если в абсолютных величинах, то нет, конечно. Если считать мой заработок минус расходная моя квартира, то, конечно, я не стал больше зарабатывать. Во сколько жизнь в Нью-Йорке дороже, если с Москвой сравнивать? Или в Берлине? В два раза. В два раза. Я не знаю, как сейчас устроена жизнь в Москве. Мои знакомые рассказывают, что в Москве сейчас деньги падают с неба. И вообще их так много, как никогда не было раньше. И невозможно сесть, найти столик в ресторане, потому что все забито. И все пухнут от денег. Так мне говорят. Я не знаю. Поэтому, может быть, в Москве сейчас по-другому. А что для вас деньги значит, Михаил? Деньги? Да ничего, примерно ничего. Я не знаю. Когда я устроился впервые работать журналистом, мне было, наверное, лет 19, мой тогдашний начальник... Это было в издании, которое называлось «Газета.ру». Она сейчас еще существует, но тогда было совсем по-другому выглядело. Мой тогдашний начальник Андрей Гришковец сказал мне, если ты хочешь разбогатеться, то лучше иди на рынок торгуй трусами. Разбогатеться, работая журналистом невозможно. Я твердо ему ответил, я не хочу торговать трусами, я остаюсь. Писателям же абсолютно точно можно неплохо зарабатывать. Когда вышла «Кремлевская рать», я буквально везде ее встречал. Люди в метро читали, на пляжах, где угодно. Это настоящий такой бум был. Вы его ожидали? Я не ожидал. Нет, нет, я не ожидал. Больше миллиона долларов выручка была с этой книги, потому что она была прям бестселлером. Это вот самая ваша прибыльная история с точки зрения книг? О, господи. Я, знаете, да я даже никогда... Там же просто все это все размазано. Нет, на самом деле «Кремлевская рать», прелесть «Кремлевской раки» в этом смысле тем, в том, что она неодневка. Как, в принципе, на самом деле «Империя должна уберечь» тоже. Это книги, которые вышли и продолжают продаваться. У них нет срока давности. Они как Карлсон, как, не знаю, Пеппи Длинный Чулок. Новые поколения тоже вполне могут читать по-новой и покупают по-новой, и ничего не меняется. И это хорошо. И тут такой очень размазанный тираж и размазанные ройалти, поэтому я никогда не пробовал суммировать все ройалти, которые я получил за эти книги. Исключительно на ройалти возможно прожить? Вот на такие, как у вас, на ваши тиражи и популярность? Да вы знаете, все же сейчас ничего не понятно. Пока я жил в России, было невозможно, потому что книжный рынок очень маленький был, и просто на книжке жить было нельзя. А сейчас у нас совсем другой мир просто. Тот книжный рынок, который существовал до 24 февраля, его больше нет, и все совсем по-другому. Но, конечно же, я вам скажу, что немецкий книжный рынок намного больше, чем российский. И, конечно, немецкие писатели получают больше, чем российские писатели. Хотя, казалось бы, пропорции населения, сколько людей живет в России и сколько живет в Германии, американский книжный рынок примерно раз в 10 больше, чем немецкий. То есть, гипотетически, если вы будете там работать исключительно... Быть американским писателем намного выгоднее, чем быть российским писателем. Но при этом тут, конечно, важно лучше выпускать успешную книгу, у которой есть аудитория, в любом месте, чем выпускать неуспешную. Плохая книга, выпущенная в Америке, хуже, чем хорошая книга, выпущенная на каком-то работающем книжном рынке в России. Вы видите в нынешней ситуации в России какие-то плюсы вообще? Нет. То, что говорят, что мы нашли какие-то новые возможности, новые рынки, то, что экономисты предсказывали просто обвал российской экономики, которого по факту не произошло. Да, это одно другого не исключает. Все были в панике и говорили, что все будет катастрофа, а ее не случилось. Но это не отменяет того, что то, что произошло, уже и так катастрофа. По-моему, никаких плюсов не может быть в этой ситуации. Но мы к этому стремились. Скажите, разве мы о таком будущем мечтали? Разве мы... Вы... Мне сейчас трудно говорить мы, потому что я не живу в России. Но разве люди в России, которые жили, строили бизнес и планировали, мечтали о каком-то будущем, они мечтали вот так вот выжить в этой турбулентности и очутиться в такой ситуации, в которой как бы, да, они думали, что это совсем катастрофа. А надо же, они выжили, и даже вокруг есть деньги. Мне кажется, это радикально противоречит всем планам и всем мечтам. Михаил, а как вы относитесь к такой точке зрения, знаете, когда говорят, что слово, сказанное о ситуации в России и за рубежа, не так ценно, как слово, сказанное о ситуации внутри России, внутри России? Я не знаю, а кто меряет, у кого есть градусник. Мне кажется, что... Я не знаю, мне кажется, что дебильное слово, оно не очень ценное, а умное какое-то... Главное, что оригинальное, оно иногда бывает ценное. Мне кажется, что вообще нет такого. Нет, важно, конечно. Единственная разница в том, что вне, а что внутри, это у кого есть возможность общаться с аудиторией, у кого есть возможность достучаться и быть услышанным. Вот это и есть ценность, на самом деле. Единственное измерение ценности, это люди хотят слушать или не хотят. Если они не хотят слушать, то... И при этом, да, мы знаем, что на пути слова, которое из-за рубежа, находятся несколько ловушек, преград и прочих препятствий, которые должны его по дороге сожрать. С хейтом из России вы сталкиваетесь? Я смотрел интервью Собчак ваше, достаточно давнишнее, где вы рассказываете, что вообще не читаете никакую критику про себя, стараетесь не читать ничего плохого. И Ксении сказали, говно мне в личку не присылай, мне от этого плохо. Ничего не изменилось в этом плане? И почему вы так относитесь к критике? Нет, смотрите, я... Мало хейта из России. Я думал, что будет много хейта после свадьбы. Его почти не было, и было очень много позитивных поздравлений, было очень много теплых слов. Это было для меня классным доказательством того, что Россия не гомофобная страна, и на самом деле, как бы, несмотря на вопли, то есть, как бы, я видел, как Соловьев и Киселев показывали наши фотографии, и Никита Михалков даже тоже что-то такое выступал, и это какая-то поверхность, за которой ничего не стояло. Ну, то есть, вот, как бы, огромных народных масс вообще нет, которых бы это волновало. Я могу судить по Инстаграму, там, какое-то количество человек, там, не знаю, две тысячи человек от меня отписалось, но еще там какие-то, там, 20 тысяч пришли. Не форцы. Что вас мотивирует сегодня? Как поднять свою мотивацию для того, чтобы чем-то заняться? Может быть, нас смотрят люди, которые тоже мечтают в глубине души стать писателями, но это такое, знаете, нерядовое занятие, там, стать писателем, это не стать СММщиком, да? То есть, этому сложно научиться на каких-то курсах и быстро начать на этом зарабатывать, но если есть такая мечта, вот вы что можете пожелать таким ребятам или взрослым людям, неважно? Знаете, это очень интересно, потому что я, правда, мечтал быть писателем, когда был маленьким. И в какой-то момент, ну, типа, лет в 25, например, я пришел к выводу, что я, у меня ничего не получилось. Я вдруг решил, что, ну, как бы, я не могу быть писателем. Я не стану писателем, я, как бы, черт, я в себе ошибался. Я думал, что у меня, как бы, есть способности, а у меня же их вообще нет. Я ничего не могу, я ничего не могу придумать. Я неудачник и никакой не писатель. Подумал я, и прошло буквально пару лет, и я написал первую книжку. И это было довольно удивительно. Я очень хорошо помню вот то свое ощущение, когда я думал, что все пропало. Что, ну, объективно нет никаких шансов. Я просто журналист, который пишет каждый день заметку. И это не имеет никакого отношения к каким-то большим формам. А на самом деле нет. На самом деле все можно сделать. Можно себя взять в руки. Нет ничего предопределенного. Нет ничего окончательного. Пока мы не умерли, ничего не окончательного. И еще, конечно, нужно очень много работать, потому что писать книжку – это очень физически тяжело. Ну, потому что, когда ты начинаешь работу, которая будет закончена через год или через два, ты понимаешь, что тебе нужно каждый день что-то делать, и результат своей работы ты увидишь через год. Это в процессе такие невидимые миры слезы. Это очень мучительно. Я совершенно радостный, оптимистичный, счастливый человек. А все потому, что, на самом деле, моя жизнь – это боль. Потому что главное и самое интересное, что я придумал в качестве занятия ежедневной своей жизни – это мучение. Потому что, конечно, писать книжку – это мучительно. Это потому что, ну, как ты по крупице, по песчиночке собираешь какой-то замок из песка. И это очень долго. И это очень тяжело. И это очень, как бы, вот этот, как бы, воздушный полет, на самом деле, он очень приземленный. Но если тебе это нравится, то вообще нет ничего невозможного. Напоследок, несколько книг, кроме ваших, на которые стоит обратить внимание, и они в последнее время произвели на вас впечатление. Если у вас есть время читать, а не только писать. Я могу ночным прописать книгу Лена Костюченко «Моя любимая страна», которая одновременно с моей книгой выходит в «Израсте Медуза». И, вы знаете, я даже не знаю, потому что я в последнее время… Что же я еще такое читал-то, а? Я просто, я очень много читаю книжек по работе. Много читаю мемуаров, каких-то дневников, воспоминаний, и много книг по истории. Поэтому, даже не знаю, нужно ли советовать. Всегда всем советую воспоминания Сахарова. Это очень… Ну, поскольку я продолжаю писать ту книгу, для которой мне почти в ежедневном режиме нужны воспоминания Сахарова, это одна из важных, постоянных для меня книг. Спасибо большое, Михаил, за это интервью. Было очень интересно. Спасибо вам. Спасибо.